Добрый день, уважаемые зрители! Приветствуем вас сегодня на нашем медиа-комментарии. Тема дня – БРИКС, главенство США подрывается и дальше. Форталеза, Бразилия. Нет, на этот раз это не чемпионат мира, а конференция стран БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. На повестке дня – создание нового банка развития и общего валютного резерва. Для того, чтобы независимо от Всемирного банка и МВФ, подконтрольных США, противостоять финансовому кризису. И то, что там происходило, по всей вероятности, не по душе США и их западным союзникам. Уже в 2009 году на конференции в России в Екатеринбурге президент России Путин пытался побудить участников создать движение, противоположное соглашению в Бреттон-Вудсе. Цель – создание противовеса управляемому США МВФ и Всемирному банку. Сейчас в Бразилии страны БРИКС договорились о создании новой системы, как альтернативы западной, которая характеризуется доминированием США. Таким образом, Банк развития БРИКС будет обеспечен первоначальным подписным капиталом в 50 млрд долларов США для содействия инфраструктурным проектам, а также проектам, направленным на поддержание устойчивого развития. Так что с помощью дополнительных миллиардов из Москвы и Пекина возрастет конкуренция, а также угроза для господствующего до сих пор в этой области Всемирного банка. Кроме того, государства договорились о создании собственного валютного фонда с первоначальным валютным резервом 100 млрд долларов США, состоящего из разных резервных валют. Этот фонд будет обеспечен на 41 млрд со стороны Китая, по 18 млрд со стороны Бразилии, Индии и России и на 5 млрд со стороны Южной Африки. И должен предотвратить утечку капитала из стран БРИКС, которая, по их мнению, происходит вследствие политики МВФ. Но что все-таки значит это решение не только для стран БРИКС, но и для Запада? По существу создание этих двух организаций – это давно назревший в области геополитики удар против управляемой США мировой финансовой долларовой диктатуры. С собственным банком развития и валютным фондом страны БРИКС, по словам инсайдеров, дадут толчок новой геополитической эпохе. Особенно следует отметить, как активно президент России Путин вел себя на прошлой конференции в Форталезе, так и на последующих встречах в Латинской Америке. Так Путин встретился не только с бразильским президентом Дилмой Русеф, чтобы обсудить ключевые моменты, касающиеся банка развития и фонда, но также использовал эти дни и для того, чтобы обсудить с представителями Южной Африки вопрос применения местной валюты в торговле между двумя странами, обменять сомнениями с лидерами Кубы и простить Кубе долг в размере 36 миллиардов долларов США. Ко всему прочему, Путин встретился с президентом Уругвая по вопросу строительства глубоководного морского порта, президентами Венесуэлы и Боливии. В глазах Вашингтона все они являются врагами США. Совместно с Китаем, который тоже находился в дипломатическом турне по Латинской Америке, Россия хочет достичь поворота к многополярному миру, а также ограничить и уменьшить значение власти контроль США над остальным миром и таким образом выработать альтернативную стратегию к существующему развитию капитализма управляемого США. Даже если это будет длительный путь, к которым должны идти государства БРИКС, тем более, что им самим необходимо решать много открытых проблем, аналитики в Вашингтоне уже должны быть в большой озабоченности, потому что в связи с этим преобладание нефтедоллара пошатнется еще больше и осложнит финансирование США другими государствами, осуществляемые посредством эмиссии доллара. После того, как страны БРИКС создают собственные учреждения, нужно теперь понаблюдать за реакцией США. Будут ли это киператаки, угрозы, эмбарго или даже войны? Неудивительно, что американский президент принуждает ЕС к санкциям против России и охотнее всего видел бы Россию впутанной в войну против Украины. Мы будем продолжать освещать эти события. Со стороны США мы ничего хорошего не предвидим. Поэтому будем более внимательно следить за дальнейшим развитием событий. Мы благодарны Вам за то, что Вы с нами и будем рады видеть Вас и завтра на нашем канале. Продолжение следует...